Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал-отвертка. Как подключить ноутбук к телевизору? В этом видео мы поговорим подробно о нескольких способах подключения ноутбука к телевизору. Зачем это может потребоваться? Я думаю, тут все ясно. Играть на телевизоре с большой диагональю или смотреть фильм несравнимо приятнее, чем на небольшом экране ноутбука. В этой видеоинструкции речь пойдет как о ноутбуках с системой Windows, так и на системе Apple MacBook Air или на ноутбуках Air. Среди способов подключения мы рассмотрим способы подключения с помощью HDMI и VGA и с помощью специальных адаптеров. Особое внимание прошу обратить, что выполнять подключение кабелей лучше на выключенных и обесточенных устройствах во избежание разрядов и снижение вероятности выхода из строя электронных компонентов. Итак, рассмотрим вопрос подключения ноутбука к телевизору по HDMI. Оптимальный способ. Практически все современные ноутбуки имеют выход HDMI или мини-HDMI. В данном случае вам потребуется соответствующий кабель. А все новые и не очень телевизоры вход HDMI. В некоторых случаях вам могут потребоваться переходники с HDMI на VGA или иные. В случае отсутствия одного из видов портов на ноутбуке или телевизоре. Причем обычные провода с двумя разными коннекторами на концах обычно не работают. Это обращаю внимание. Почему использование HDMI – это оптимальное решение к подключению ноутбука к телевизору? Здесь все просто. HDMI – это цифровой интерфейс, поддерживающий высокие разрешения, в том числе Full HD. Второе. При подключении по HDMI осуществляется передача не только изображения, но и звука. То есть звук вы будете слышать через динамики самого телевизора. Само подключение не представляет собой особенных сложностей. Соедините кабелем порт HDMI на ноутбуке с входом HDMI вашего телевизора. В настройках телевизора выберите соответствующий источник сигнала. На самом ноутбуке кликните правой кнопкой мыши по пустому месту рабочего стола и выберите пункт «Разрешение экрана». В списке дисплеев вы увидите и вновь подключенный монитор. Здесь же вы можете настроить следующие параметры. Первое. Разрешение телевизора. Обычно автоматически определяется оптимальное. Второе. Параметры вывода изображения на телевизор. Расширить экраны. Это разные изображения на двух экранах. Один является продолжением другого. Дублировать экраны. Или отображать изображение только на одном из них. Второе отключается. Помимо этого, при подключении ноутбука к телевизору по HDMI вам, возможно, потребуется также настроить звук. Для этого кликните правой кнопкой мыши по значку «Динамика» в области уведомления Windows. И выберите пункт «Устройство воспроизведения». В списке вы увидите «Аудио Intel для дисплеев» или «NVIDIA HDMI Output» или другой вариант, соответствующий выводу звука по HDMI. Назначивая это устройство, используем по умолчанию, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт. На многих ноутбуках также присутствуют специальные функциональные клавиши в верхнем ряду для включения вывода на внешний экран. В нашем случае – телевизор. Если такие клавиши у вас не работают, то установлены не все официальные драйверы и утилиты производителя. Это могут быть клавиши «Функция» плюс клавиша F8 на ноутбуках Asus. Или «Функция» плюс клавиша F4 на гаджетах фирмы Hewlett Packard. Следующая функция плюс F4 или F6 на гаджетах фирмы Acer. А также встречал «Функцию» плюс клавишу F7. Определить клавиши легко, если они имеют соответствующее обозначение, как на изображении, показанном в данный момент. В системе Windows 8 и Windows 10 включить вывод на внешний экран телевизора можно также клавишами Win плюс клавиша P. Работает на десяточке и восьмерочке. Итак, рассмотрим следующий интересный вопрос и нужный. Типичные проблемы при подключении ноутбука к телевизору по HDMI и VGA. Когда вы подключаете ноутбук к телевизору с помощью проводов, используя порты HDMI или VGA, или их совокупность при использовании адаптеров-конвертеров, вы можете столкнуться с тем, что все это работает не так, как ожидалось. Ниже мы перечислим типичные проблемы, которые могут возникнуть, и способы их решения. Итак, нет сигнала или изображения с ноутбука на телевизоре. При появлении данной проблемы, если у вас установлено Windows 10 или 8, 8.1, попробуйте нажать клавишу Windows с эмблемой, плюс P, латинское, и выбрать пункт «Расширить». Возможно, изображение появится. Если у вас Windows 7, то через правый клик по рабочему столу зайдите в параметры экрана и попробуйте определить второй монитор, и также установить «Расширить» и применить настройки. Также для всех версий операционных систем Windows попробуйте выставить для второго монитора, при условии, что он виден, такое разрешение, которое он точно поддерживает. А его можно узнать из руководства к вашему телевизору. Берете инструкцию и читаете. Там все есть. Итак, следующее. При подключении ноутбука к ТВ по HDMI нет звука, но есть изображение. Если все вроде бы работает, но нет звука, при этом какие-либо переходники не используются, а это просто HDMI кабель, то попробуйте проверить, какое устройство воспроизведения по умолчанию установлено. Примечание. Если вы используете какой-либо вариант адаптера, то учитывайте, что по VGA звук передаваться не может, независимо от того, находится ли этот порт со стороны телевизора или со стороны ноутбука. Вывод звука придется настраивать каким-либо иным образом, например, на акустическую систему или через выход на наушники. При этом не забудьте выставить соответствующее устройство воспроизведения в Windows. Кликните правой кнопкой мыши по значку динамика в области уведомлений Windows. Выберите пункт устройства воспроизведения. Кликните правой кнопкой мыши в пустом месте списка устройств и включите показ отключенных и отсоединенных устройств. Обратите внимание, если в списке устройства HDMI может быть более одного. Кликните по нужному, если знаете какой именно, правой кнопкой мыши и установите «Использовать по умолчанию». Если все устройства отключены или в списке нет HDMI устройств и в разделе звуковых адаптеров в диспетчер устройств он тоже отсутствует, то вполне возможно, что у вас не установлены все необходимые драйвера для материнской платы вашего ноутбука или для видеокарты. Их стоит взять с официального сайта производителя ноутбука для дискретной видеокарты с сайта ее производителя. Итак, следующее. Рассмотрим проблемы с кабелями и адаптерами при подключении. Также стоит учитывать, что очень часто проблемы с подключением к телевизору, особенно если выход и вход отличаются, вызваны некачественными кабелями или адаптерами. И дело бывает не только в качестве, а в непонимании того, что китайский кабель с разными концами обычно неработоспособная штука. То есть нужен именно адаптер. Например, частый вариант, человек покупает кабель VGA HDMI, а он не работает. В большинстве случаев для большинства ноутбуков такой кабель никогда не будет работать. Нужен конвертер из аналогового в цифровой сигнал. Или наоборот, в зависимости от того, что к чему подключается. Он подходит только для случаев, когда ноутбуком специально поддерживается цифровой вывод по VGA. А таких почти не бывает. Рассмотрим отдельные интересные вопросы. Подключение ноутбуков Apple MacBook Pro и AIR к телевизору. Ноутбуки Apple оснащаются выходом типа Mini DisplayPort. Для подключения к телевизору вам потребуется приобрести соответствующий адаптер, в зависимости от того, какие входы есть в наличии на вашем телевизоре. В продаже на Apple Store, можно найти и в других местах, имеются следующие варианты. Mini DisplayPort VGA, Mini DisplayPort HDMI и Mini DisplayPort DVI. Самое подключение интуитивно. Все, что потребуется подключить провода и выбрать нужный источник изображения на телевизоре. Еще раз обращаю внимание, все вот эти перетыкания производим при выключенных из сети, полностью из сети аппаратах. Не пультом выключаем, а именно выключить пультом, а потом вынуть все из сети. Вот это обязательно обращаю ваше внимание, чтобы не спалить один из ваших аппаратов. Итак, рассмотрим еще один вариант проводного подключения. Помимо интерфейса HDMI, HDMI, вы можете использовать иные варианты проводного подключения для вывода изображения с ноутбука на ваш телевизор. В зависимости от конфигурации это могут быть следующие варианты. VGA, VGA. При данном типе подключения вам придется отдельно озаботиться выводом звука на телевизор. Следующее, HDMI, VGA. Если на телевизоре имеется только вход VGA, то вам придется приобрести соответствующий адаптер для такого подключения. Можно предложить и иные варианты проводного подключения, однако все наиболее распространенные, с которыми вы, вероятно, всего столкнетесь, мы уже перечислили. Рассмотрим последний, самый современный вопрос нашего видео. Беспроводное подключение ноутбука к телевизору. Современные ноутбуки с процессорами Intel Core i3, i5, i7 могут подключаться к телевизорам и другим экранам по беспроводному подключению с использованием технологии Intel Wireless Display. Как правило, если вы не перестанавливали Windows на своем ноутбуке, все необходимые драйвера для этого уже есть. Беспроводов передается не только изображение в высоком разрешении, но и звук. Для подключения вам потребуется либо специальная приставка для телевизора, либо поддержка данной технологии самим телевизионным приемником. Надеюсь, описанных выше способов окажется достаточно для того, чтобы вы смогли подключить ваше устройство нужным образом. Так что пожелаем нам удачи и хорошего просмотра. Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал.